Рейтинг угроз Рейтинг угроз Рейтинг угроз Это даже не медицинская проблема, это больше социальная проблема Оспа обезьян. Стоит ли бояться? И над какими проектами работают в научно-клиническом центре КФУ? Это было неожиданностью, что этот эксперимент удался Клонированная вторая жизнь. Какое растение смогли возродить в Казанском университете? У России новый этап в образовательной сфере. Вузы страны готовятся к уходу из баллонского пространства. Об этом в частности заявил глава Миноборнауки Валерий Фольков. Он уверен, что баллонская система – прожитый этап. По его словам, будущее России за собственной уникальной системой образования. В ее основе должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Позицию главы Миноборнауки поддерживают и все фракции Нижней палаты парламента, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом Миноборнауки не планирует ломать существующую в России систему образования. Будет сохранен позитивный опыт баллонской системы и в то же время возврата к советским практикам не будет, обещают ведомстве. Напомню, что баллонская система возникла в конце 90-х годов, когда была выдвинута инициатива создания общеевропейской образовательной системы. Была обведена система «Бакалавр, магистр, доктор», дипломы единого образца, общая система оценки уровня знаний с помощью зачетных единиц. В настоящий момент в баллонском процессе официально участвуют 48 стран и Европейская комиссия. Россия стала участницей в 2003 году, а в 2007 в России ввели систему бакалавриата и магистратуры. Не все вузы перешли на новую систему. Все эти годы велись дискуссии о ее применимости к российским реалиям. Баллонская система – это же создание единого образовательного пространства в Европе, целью которого было немножко снизить или вообще прекратить отток кадров Соединенные Штаты Америки из Европы. Сегодняшние политические события показали, что единое образовательное пространство в Европе – это не для нас. Сегодня мы видим, что те общечеловеческие ценности, которые есть в Европе, они не соотносятся абсолютно с теми ценностями, которые приняты у нас в России, в странах СНГ. Это первое, что поэтому ни о каких совместных таких образовательных программах, когда можно было бы зачитывать кредитные единицы, речи быть, конечно же, не может. Одну из самых редких и востребованных профессий в России решено дать в Казанском федеральном университете. Речь о сурдопереводчике. Специальность эта настолько редкая, что в стране возник жесточайший дефицит профессионалов. На одного сурдопереводчика сейчас приходится по 100 тысяч слабослышащих и глухих людей. Школе сурдоперевода в России более 200 лет. Однако сама профессия в квалификационный справочник попала лишь в 1992 году. А отмечать свой праздник специалисты начали лишь 10 лет назад. И все потому, что готовить знатоков этого языка по сути некому. Казанский университет станет вторым высшим учебным заведением, где начнут выпускать дипломированных сурдопереводчиков. Жестовый язык по словарям и учебникам самостоятельно выучить нельзя. Здесь нужна постоянная практика, чтобы жесты запоминали не только мозг и голова, но и руки. Жестовый язык такой же полноценный, как и вербальный. У него есть грамматика, письменное обозначение, артикуляция и другие нюансы, от которых иногда может зависеть судьба человека. Например, на судебные заседания приглашают сурдопереводчиков высшего класса. Как будет вестись подготовка и кто сможет стать специалистом жестового языка, узнала Эльвина Минабудинова. Почти 150 тысяч людей с нарушением слуха проживают сейчас в России. В мире существует более 200 жестовых языков. С каждым годом необходимый сурдопереводчиков русского жестового языка растет. Переводчики русского жестового языка, в настоящий момент, их очень мало в России. Получается, один переводчик обслуживает тысячу глухих. Это нехватка очень такая большая. И в республике Татарстан проживают у нас 6 тысяч примерно до глухих и нарушением слуха. А переводчиков всего лишь 35. Поэтому возникла потребность обучить на базе высшего образования, вот подать такую профессию, переводчик жестового языка у нас в Казани. Русский жестовый язык, теория и практика перевода. Так звучит программа, которая станет доступной для всех желающих обучиться профессии сурдопереводчика. Диплом специалиста можно получить лишь в двух местах. Одно из них – Московский государственный лингвистический университет. Еще одно учебное заведение находится в Новосибирске. Однако там возможно получить только среднеспециальное образование. Так КФУ станет вторым высшим учебным заведением, которое будет готовить сурдопереводчиков. Ну, актуальность проблемы, собственно, очевидна. Да, естественно, что очень высок процент неслышащих, слабослышащих людей. И вообще процент людей, которые пользуются русским жестовым языком в своей ежедневной коммуникации, он достаточно высок. И наладить систему адекватной коммуникации между всеми людьми – это, собственно, то, что должны делать лингвисты. И мы, лингвисты, разумеется, стараемся внести в это свой вклад. Программу обучения без преувеличения можно назвать по-настоящему уникальной. Студенты смогут получить образование в нескольких направлениях – это русский, жестовый и английский языки. Таким образом, будущие специалисты смогут переводить жестовый язык на английский и русский. И наоборот, найти работу сурдопереводчиком не оставляет труда. Профессия актуальна практически везде. Переводчик русского жестового языка, он, как и переводчик иностранного языка, разных языков, они же могут работать в любом месте. И основная работа у них может быть и в училищах, коррекционных школах для глухих и нарушением слуха детей. Перевод в юридической сфере, перевод в медицинской сфере. Еще одной проблемой, по словам заведующей кафедры прикладной экспериментальной лингвистики, является отсутствие научно-исследовательских работ в этой области, поскольку жестовые языки – отдельная область лингвистики, и для ее изучения необходимо посвящать больше времени. А именно вот такого научно-исследовательского подхода, пожалуй, нет. А он ведь весьма важен, потому что именно тогда образование будет наиболее качественным, когда оно опирается на мощную научно-исследовательскую базу. И такая база у Казанского федерального университета, конечно, есть. Преподавать дисциплины будут лингвисты, имеющие высшее образование. Среди них и слышащие преподаватели, и неслышащие. Основные направления – современный жестовый русский язык и английский язык. На обучение ждут слышащих студентов. В будущем они будут владеть как вербальным русским языком, так и жестовым. Такая система позволит довольно быстро войти в коммуникацию и научиться переводу. Переводится с экономического факультета, с исторического. Обучение планируется в очно-заочной форме в течение 4,5 лет. Принимать абитуриентов будут по результатам единого государственного экзамена или вступительных испытаний. Пока в этом году выделено 13 бюджетных мест. Обучение будет проходить в Институте филологии и межкультурной коммуникации. С новой проблемой столкнулось человечество – оспа обезьян. Ею поражены пациенты более чем в 20 странах. Есть и первый смертельный случай. В России пока не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Но уже на границах к стране есть такая опасность. Например, в Финляндии зарегистрированы пациенты с подтвержденным диагнозом. При этом иммунитета против оспы обезьян у россиян практически нет. Чем может грозить заболевание? О новых проектах и научных возможностях для молодых исследователей КФУ мы поговорим с директором научно-клинического центра презенционной и регенеративной медицины профессором Альбертом Резвановым. Здравствуйте, Альберт Анатольевич. Здравствуйте. Начать на наши разговоры хотелось бы с болезни, которая, если верить заголовкам, пришла на смену ковиду. Ну, медийно это уж точно. Обезьяне оспы. Что это? Стоит ли нам бояться? Ну, это заболевание было известно еще с прошлого века. Обычно им болеют обезьяны, различные грызуны, от которых человек заражается. И раньше, по крайней мере, случаев распространения человека к человеку было крайне мало. То есть вспышки были, но они были локальные. Да, встречались примерно раз в несколько лет. Обычно мало кто на это обращал внимание, просто потому что это действительно не очень серьезное, к счастью, заболевание. Сейчас же это даже не медицинская проблема, это больше социальная проблема, потому что средства массовой информации, особенно в нашем новом открытом мире, все живут на эмоциях. И, конечно, гораздо проще вызвать отрицательные эмоции. Ковид показал, насколько общество чувствительно относится к медицинской тематике. Но оспа обезьян, она, во-первых, даже в самых пессимистичных случаях приводит к смерти 3-6% пациентов. Но не это страшно, потому что действительно даже и 3-6% это большие проценты. Но оспа обезьян очень плохо передается от человека к человеку. И поэтому количество случаев обычно крайне низкое. Да и сейчас, на самом деле, оно только-только перевалило за 200, что весьма необычно. Да, за этим нужно следить, но это не основная опасность, не основная угроза, которая грозит человечеству на данном этапе. А что с пандемией-то? Как вы сами уже отметили, из повестки-то она ушла, а в реальности продолжают ли носить маски, хотя сейчас ограничения эти все снимаются повсюду. Вот у соседей, у соседней республики только-только, кстати, приостановили действия масочного режима. Ну, по сути своей, ковид переходит в разряд сезонных простудных заболеваний. К счастью, большинство людей либо переболело, либо провакцинировалось, то есть почти у всех уже есть определенный иммунитет. И люди, которые сейчас заболевают, они заболевают в легкой форме. И да, до сих пор даже в Сатарстане более 100 человек в день выявляется ковид у более чем 100 людей в день, но большинство из них, подавляющее большинство, не требует госпитализации. То есть, по сути, свое человечество адаптировалось к этой болезни. Да, придется, скорее всего, регулярно вакцинироваться, так же, как мы регулярно вакцинируемся, например, от гриппа. Но это перешло из разряда таких вот особо опасных инфекций в разряд сезонных. Сейчас к исследованиям в рамках проекта программы «Приоритет 2030» ваш центр занимается несколькими ключевыми исследованиями. Об этом мы с вами уже говорили, и в том числе в рамках нашей программы. Но все-таки сейчас на каком этапе эти работы, эти исследования? И, может быть, есть первые результаты, или когда их можно будет увидеть? Ну, у нас несколько направлений исследований. Одно из наиболее, скажем так, близких к трансляции, то есть к практическому применению, это направления, связанные с генной терапией и клеточной терапией. Это разработка новых лекарственных препаратов для регенеративной медицины, то есть для лечения различных травм, для лечения нейродегенеративных заболеваний, наследственных редких, например, орфанных заболеваний, также онкологических заболеваний. То есть генная и клеточная терапия – это, по сути, свой инструмент, платформа. И мы, как на Лего, на платформе Лего, можем конструировать очень быстро лекарственные препараты под разные заболевания. И, соответственно, за счет такой вот массовости разработок, что мы параллельно можем вести, то есть вот сейчас у нас порядка десятка разработок ведется, но мы можем вести и десятки, и даже сотню параллельных разработок. За счет вот такой конвейерности мы можем снизить стоимость разработки и, в конечном итоге, стоимость и время разработки. Потому что один коллектив способен справляться с множеством задач. Что у нас большие, скажем так, достижения, опыта в лаборатории, то есть на клетках, на лабораторных животных. И это позволило сейчас уже заключить соглашение с одной из фармкомпаний и на подходе еще одно соглашение с другой, одной из крупнейших российских фармкомпаний, где уже индустриальные партнеры готовы вкладываться с деньгами, вкладываться и в доклинические исследования этих препаратов, и в создание пилотной площадки для GMP-производства лекарственных препаратов. То есть GMP-производство – это по мировым стандартам. То, что сейчас необходимо для внедрения в медицину. Ну и в преддверии приемной кампании хотелось бы у вас узнать, вы такой большой путь в науке продолжаете проделывать. И для вчерашних школьников и завтрашних студентов вопрос, как состоится в науке, стоит ли вообще оно того, и вот как пройти этот путь. Какой-то, может быть, есть рецепт или какой-то фактор, который является ключевым? Ну, стоит или не стоит – это такой философский вопрос. Я вообще считаю, что стоит заниматься тем, что тебе нравится. Потому что ты можешь заниматься чем угодно, если тебе это нравится, если ты становишься специалистом в этой области, ты можешь обеспечить себе и своей семье достойное существование. То есть в любой отрасли. Биология – это тоже одна из отраслей. Здесь тоже есть множество векторов развития. Можно идти и в академическую науку, в образование, то есть, например, стать преподавателем, либо в индустрию работы в биотехнологических компаниях. Если говорить о том, как состояться уже, если тебе нравится заниматься биологией, ты хочешь достичь определенных областей, я считаю, что, во-первых, нужно быть разносторонне развитым. То есть не нужно зацикливаться, например, только на биологии. Ну, так же, как и в любой другой отрасли. Сейчас самые ценные специалисты, они разбираются и в смежных областях. Быть немножко юристом, потому что тоже очень важно понять, как, ну, во-первых, защитить интеллектуальную собственность или не нарушить законы при разработке лекарственных и тестировании лекарственных препаратов, например. Ну, и немножко бизнесменом и немножко как популяризатором науки или даже немножко популяризатором науки, потому что крайне важно не только делать что-то, но и рассказывать об этом. Потому что, ну, во-первых, это интересно. Это интересно развивает и тебя, развивает окружающих. И в конечном итоге это способствует поиску новых партнеров как и в науке, так и в индустрии. То есть, вот, например, наша активная медийная позиция как раз и позволила привлечь индустриальных партнеров, крупных индустриальных партнеров. Поэтому крайне важно рассказывать о том, что ты делаешь. Большое спасибо за интересную беседу. Ну, а наше дело, конечно же, помогать вам популяризировать науку и рассказывать о том, что вы делаете. Спасибо большое. И как одно из подтверждений необычных совместных исследований биологов и экологов это клонирование краснокнижного растения. Уже высажены в дикую природу первые образцы наричника теневого, исчезнувшего из биосистемы Татарстана, как оказалось, навсегда. Это реликтовый вид, который растет в Европе и Азии по берегам рек на проточных болотах. В Татарстане было лишь одно место, где произрастал наричник теневой. Это в долине реки Казанки на территории природного парка русско-немецкая Швейцария. Но из-за урбанистического вмешательства вид исчез. Проект по клонированию наричника теневого стартовал два года назад. Это очень требовательное к условиям среды растения. С семенами оно размножалось плохо. Вегетативный способ, то есть черенкованием, тоже не помог. В помощь экологам пришли биологи, которые взялись клонировать растения. В результате длительного процесса удалось получить 30 образцов растения. И они стали поистине золотыми. Почему наричник не может жить в других условиях и как будут восстанавливать популяцию, расскажет Эльвина Минобуддинова. Вот у нас получилась такая карта потенциального распространения этого вида в Волжско-Камском крае, где он мог бы расти по всем условиям среды. И конкретно Татарстан здесь увеличенная часть. Тут достаточно много получилось мест, где этот вид мог бы прижиться. Единственная популяция вида в республике и находится она здесь, в Казани, на территории русско-немецкой Швейцарии. Наричник теневого – редкое краснокнижное растение. Категория редкости растения первая – вид находится под угрозой исчезновения. Необходимо принять эффективные меры по сохранению растения. Это не только охрана территории, но и разные способы размножения вида. Ученые Казанского федерального университета предложили и испытали свой метод – клонирование. Мы пытались выращивать это растение из семян, но схожесть семян очень низкая. И поэтому он и в природе с семенами не особо активно размножается. И поэтому возникла такая идея его размножить с помощью микроклональных технологий, с помощью клонирования. Инициатором клонирования выступил заведующий кафедры общей экологии, института экологии и природопользования КФУ Вадим Прохоров. Когда-то именно благодаря ему наричник был обнаружен в Татарстане и занесен в Красную книгу республики. Эксперимент удался не сразу. Для успешного результата потребовалось два года. Именно столько времени прошло с момента сбора материала в природе до высадки полученной рассады в естественную среду. Вообще, честно говоря, это было неожиданностью, что этот эксперимент удался. Потому что в прошлом году, когда мы рассчитывали, что уже будут какие-то готовые черенки пророщенные, эксперимент этот сразу не получился. И мы уже не надеялись на то, что придется куда-то ехать высаживать. И вот в конце апреля коллеги сообщили, что у них есть первая партия. И сейчас у них еще растет вторая партия. То есть сейчас нужно как раз подбирать те места, в которых этот вид можно высаживать. Основная лаборатория, где занимаются клонированием – Институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь первыми взялись за эксперимент и по сей день эффективно работают над созданием материала. Клонированные растения в виде саженцев отправляют для дальнейшей высадки. За работу берутся активисты и дружинники. Так, часть растений передана экологическим активистам из дружины охраны природы. Ими создан питомник для разведения редких растений. Теперь наричник теневой растет в питомнике и находится под наблюдением. Как раз период активного роста, который может быть еще здесь на растении. Наричник теневой вырастает от полутора до двух метров. Может достигнуть роста выше человеческого. Редкое растение желательно высаживать в разных местах, где условия среды отличаются по влажности и по типу почвы. Это необходимо для приживания наричника. Если растение будет находиться в одном месте, высока вероятность, что оно погибнет. Так наричник необходимо высаживать в места привычного обитания. И в новое. На научном языке это имеет название «реинтродукция» и «интродукция». Наричник теневой растет по берегам ручьев, выхода родников и грунтовых вод. Уникальный факт, которому пока нет объяснения. Растение встречается только в природе. В тех местах, где оно могло бы быть в отсутствии человека, растение не обитает. И в то же время именно человек угрожает популяции вида. Вадим Прохоров опасается, что растение может пострадать в результате благоустройства русско-немецкой Швейцарии. При строительстве дорожек может измениться гидрологический режим. По его словам, для данной популяции существует много угроз. Поэтому желательно распространить его сразу в нескольких местах. Способ микроклонирования эксперт считает весьма перспективным. Сейчас ученые будут проводить мониторинг, как искусственно клонированный наречник сможет прижиться в дикой природе. В случае положительных результатов эксперимента, возможно продолжение проекта с другими видами краснокнижных растений. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиньшин, КФУ, итоги недели. Как и где студенту отдохнуть летом, потратив лишь небольшую сумму, узнаете далее в программе. Не пропустите, есть и другие новости. Это молодые люди, которые желают вступить в регистр и стать при необходимости потенциальными донорами костного мозга. Спасти жизнь. Сколько человек уже вошли в Приволжский регистр костного мозга? У нас в руках две книги, выпущенные в 1890 году в Санкт-Петербурге и в 1923 в Москве. Сказки от мамы и кота. Какие детские книги хранит отдел рукописей? Казанский федеральный университет создаст первый в России университетский креативный технопарк для архитекторов и дизайнеров. Проект стартует в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Сам технопарк должен расположиться в Казань-Экспо. Подробнее об этом рассказали директор Института дизайна и пространственных искусств Карина Набиулина и директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрен. Для формирования технопарка Казанскому университету переданы 18 тысяч квадратных метров на Казань-Экспо. Креативный технопарк составит несколько стартапов, в том числе цифровых. Среди них университетская NFT-биржа. Уже к концу 2023 года предполагается создать не менее пяти техностартапов. А еще через пару лет должны быть запущены не менее 20-30 стартапов. Пока выбраны три ключевых направления развития. Промышленный дизайн и дизайн среды, кастомизация текстиля и аксессуаров, выход на биржи NFT для студентов-художников и дизайнеров. Что еще интересного было в КФУ на неделе? Далее в дайджесте. В КФУ наградили победителей конкурса на лучшую научную работу студентов. Поздравил номинантов и победителей конкурса, исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. В этом году студентами было подано более 900 научных работ. К финальному этапу конкурса была допущена 51 работа. Всего оказалось 15 призовых мест. В Казанском университете подвели итоги акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Ее участниками стали 56 студентов из разных институтов. Лекции прослушали более 300 человек. Напомним, проект создания регистра доноров костного мозга стартовал пять лет назад, когда Казанский федеральный университет вместе с благотворительным фондом «Росфонд» организовали приволжский регистр костного мозга. На сегодня в нем значатся более 60 тысяч человек, готовых стать донорами. Из них, конечно, большое количество – это студенты, это молодые люди, которые желают вступить в регистр и стать при необходимости потенциальными донорами костного мозга. В КФУ состоялся научно-популярный проект «Геофест». Его посвятили наукам о Земле, географии, экологии, космосу и вообще всему окружающему нас миру. Участники смогли посетить научно-популярные лекции, больше десятка интерактивов. К примеру, ученые рассказали о космических снимках и особенностях работы геоинформационных систем. Первый день лета в музеях университета. Такая акция прошла в КФУ 1 июня в День защиты детей. В музеях прошли мастер-классы, занятия и экскурсии. В них смогли принять участие дети сотрудников университета. Это ежегодная акция. И вернемся к теме, с которой начали программу. Защита детей. Эксперты одного из федеральных сотовых операторов на основе цифровых привычек абонентов в возрасте от 3 до 14 лет уточнили, чем же занимаются дети в телефоне. Оказалось, что они по нему практически не говорят. То есть не используют по прямому назначению. Чаще всего они смотрят видеоролики, серфят и общаются в соцсетях и мессенджерах. А вот игры в интернете детей интересуют меньше. Кстати, сейчас федеральные сотовые операторы создают специальные тарифы для детей, ограничивающие доступ к нежелательному контенту и даже отключая доступ к интернету в ночное время. Так они и придерживаются цифровой этики в отношении подрастающего поколения. Какие темы затронули моего коллегу Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Не считая сверхактуального украинского кейса, в сетевом пространстве страны на минувшей неделе остро обозначились две темы, которые, впрочем, являются производными от тех радикальных изменений в нашей жизни, которые неминуемо вызвала собственная спецоперация на Украине. Речь идет о резонансном заявлении Министерства высшего образования науки об отмене в стране баллонской системы и о действиях Роскомнадзора по блокировке виртуальных частных сетей VPN. Впрочем, такие разные события глубинно очень взаимосвязаны. По поводу баллонских страстей все пока весьма туманно. Тут что ясно. Обозначена задача, от чего отказаться. А что строить, никто пока внятно не сформулировал. Поэтому пока ограничусь цитатой из ректора высшей школы экономики Никиты Анисимова, которую приводит ряд телеграм-каналов. «Баллонская система – это образовательное евровидение, поскольку она является зоной общеевропейского высшего образования, а Россия должна выстраивать свою собственную образовательную систему, а не как часть какой-то другой», так, собственно, заявил ректор высшей школы экономики Никита Анисимов. Что же такое баллонская система? На самом деле это же организм, а термин официально звучит как «зона общеевропейского высшего образования». И мы сейчас в этой зоне, в таком образовательном евровидении. Хотим ли мы участвовать сейчас в этом? Задался вопрос Анисимов. По его мнению, Россия должна выстраивать законы так, чтобы позиционировать свою самостоятельную образовательную систему, а не как часть какой-то другой. Нужно учитывать при этом и опыт советской образовательной системы, и опыт общеевропейской системы, которая была в последние годы, имела свои плюсы и минусы. Но вы поняли, что вопрос очень пока еще даже дискуссионный. Здесь, перефразируя губермана, можно сказать так. Опять зовут идти вперед, а где вперед, так и не сказали. Куда очевиднее политика в области блокировки VPN, которая вроде как призвана поставить точку в попытке обходить действующие в стране запреты на использование ряда интернет-ресурсов. Собственно, VPN-сервисы существуют не только для обхода запретов. У них есть и другие весьма важные миссии. Но рядовому гражданину более знаком и привычен именно такой формат использования VPN. Как раз не позволить обходить запреты и собирается Роскомнадзор своими действиями. Есть ли подобный опыт в мире? Ну, Китай, например, с его могучей собственной экосистемой интернета. Но там страна шла к этому десятилетия глубоко продуманной системной работы, обозначенной в соответствующих стратегиях и подкрепляющейся постоянно технологическими, кадровыми, финансовыми вливаниями. Здесь позволю себе процитировать нашего коллегу Альберта Бигбова, который весьма детально погрузился в китайский опыт и сделал вот такие умозаключения в своем телеграм-канале. Сможет ли Роскомнадзор в условиях закрытия поставок и технологий сделать хотя бы жалкое подобие российского фаервола? Нет. Поставить гиперзаслон здесь и сейчас невозможно. К этому можно прийти только через десятилетия огромных затрат и наличие большого количества обученного персонала, что невозможно в условиях санкций. А пока мы видим и будем видеть лишь попытки перегородить огромную бурную реку ладошками. Имитации деятельности и освоение средств. Да, будут какие-то мелкие успехи, но массово перекрыть весь входящий контент невозможно. Значит, необходимо менять всю концепцию контроля за интернет-трафиком. Вместо интернет-цензуры государство должно заниматься доминированием на идеологическом поле через механизм массового формирования патриотических ценностей, убеждений и трансляций привлекательного или приемлемого образа будущего, а не стараться догнать Китай в условиях острой нехватки телекоммуникационного кислорода. Тут следует добавить, что уже на следующий день после начала блокировки VPN-сервисов ряд заблокированных ожил, просто поменяв адрес серверов. Что косвенно говорит нам о том, что Роскомнадзор блокировать протоколы целиком просто не в состоянии. Но деньги освоены, и начальники довольны. Ничего не скажешь. А вот что касается доминирования на идеологическом поле, то тут все еще грустнее. Все 100 дней спецоперации мы наблюдаем, как на главном государственном телеканале, например, одни и те же гости одной и той же программы бурно обсуждают, что может быть нашей идеологией. Это на канале, который должен был как раз все годы своего существования работать в парадигме госидеологии и находить механизмы ее донесения до россиян и мирового сообщества. Какая-то идеологическая загогульна получается. Что было, непонятно. Что есть, не устраивает. Что будет, лихорадочно ищем. Ну, все как с баллонской системой. Такие дела. Всем доброго. Возвращающихся Департаментом по молодежной политике КФУ Екатериной Сенченковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Дан старт программе молодежного и студенческого туризма. Как Казанский федеральный университет участвует в этом проекте? В 2021 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации была разработана программа молодежного и студенческого туризма. И Казанский университет стал одной из 15 пилотных площадок, которые приняли участие в данной программе. В 2022 году мы поняли, что данная программа пользуется большой популярностью среди студентов и решили повторно присоединиться к реализации данной программы. А что входит в эту программу и, собственно, кто может стать ее участником? Студенческий туризм, прежде всего, это возможность для путешествующих студентов проживать в общежитиях, принимающих вузов, за невысокую стоимость. Также дополнительно к основной программе вузы разрабатывают комплекс мероприятий, которые позволяют студентам провести досуг наиболее разнообразно и познавательно. А участником может стать любой студент или молодой ученый в возрасте до 35 лет. А какое количество российских студентов смогут посетить КФУ в этом году? Казанский федеральный университет в этом году готов принять порядка 150-250 путешествующих студентов. Одномоментно студенческий кампус может принять 50 студентов. А есть ли уже заявки? Да, на данный момент подано более 60 заявок от студентов, которые желают путешествовать индивидуально, и также подано три групповые заявки от делегаций вузов. Мы ожидаем Тверской государственный университет, Иркутский государственный университет, а также Северокавказский федеральный университет. Тверской и Иркутский государственные университеты примут студентов, которые будут путешествовать в рамках региональной практики, а Северокавказский федеральный университет отправляет к нам своих активистов. А как проходит прием приезжающих студентов? Где они располагаются вообще? Есть ли программа, может быть, определенная? Да. Департамент по молодежной политике совместно со студенческим городком подготовил 21-й дом деревни Универсиады. Студентам предлагается двухместное размещение в комнатах со всеми удобствами. У них в комнате будет индивидуальная кухня, индивидуальный санузел. Также на территории деревни Универсиады есть определенные удобства. Это прачечное самообслуживание, почтовое отделение, банкоматы, игровые и спортивные площадки и супермаркет. Также в Департамент по молодежной политике была разработана программа, которая включает в себя различные научно-образовательные, научно-популярные, культурно-массовые мероприятия, такие как различные презентации, дискуссионные площадки. Это все разработано совместно с студенческими общественными организациями и объединениями. Интересно, это так получается, что, условно говоря, в какой-то отель, да, проезжаешь в двухместный номер, у тебя уже все есть. А какие сроки проведения программы? Какое количество вузов по стране вообще участвует в проекте в этом году? Программа стартовала с 1 июня и продлится до конца лета. Однако Казанский университет готов принимать студентов с 15 июня по 15 августа. На данный момент в программе зарегистрировано 189 вузов из 109 городов России. А программа работает не только для удовольствия, впечатлений, как путешественника, да, но и для научного ознакомления, я правильно понимаю? Все верно. В этом году в рамках программы молодежного и студенческого туризма были дополнительно разработаны два новых трека. Это научно-образовательный и профориентационный трек. В рамках научно-познавательного трека студенту предлагается наиболее глубоко погрузиться в свою специальность, может быть, приехать для написания научных работ или проведения научных исследований. А в рамках профориентационного трека студенты могут сменить специальность, посмотреть вуз, куда они хотят поступать в магистратуру, или же приехать на стажировку в интересующее предприятие. А какие университеты, ну или города могут посетить сами студенты КФУ? На самом деле география проекта очень обширна. В программе зарегистрированы вузы от Калининграда до Владивостока. И, соответственно, участник может поехать куда угодно в зависимости от своего бюджета. Это прям уже захотелось вернуть студенчеству, учитывая такие условия. А что нужно сделать, чтобы стать участником программы? Какие действия? Все очень просто. Нужно зарегистрироваться на портале stutturism.rf, выбрать интересующее направление, выбрать принимающий вуз, забронировать свою поездку, потом дождаться подтверждения бронирования от оргкомитета принимающего вуза, собрать необходимый пакет документов, купить билеты и отправляться в путь. А вы как-то содействуете нашим студентам, желающим принять участие в проекте? Ну, например, не совсем все понимают, хотя, по-моему, инструкция вообще проще простого. Да, конечно. Организационный комитет программы готов оказать содействие всем студентам, которые хотят отправиться из Казанского федерального университета в какие-либо регионы. Мы готовы проводить консультации или оказывать методическое сопровождение поездок, связываться с организаторами, подбирать интересующее направление и помогать всячески этим студентам. А как обратиться к вам, к таким студентам? К нам можно прийти в КСК КФУ «Уникс», там находится организационный комитет программы студенческого молодежного туризма, а также позвонить по номеру телефона для получения дополнительной консультации. Номер телефона 206-52-91, добавочный 81-68. По-моему, все прекрасно. Спасибо вам большое. Ну и надеемся, что наши студенты посмотрят этим летом Россию прямо от Калининграда до Владивостока. Надеемся тоже. Спасибо вам. «Если хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы они были еще умней, читайте им больше сказок», утверждал лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн. И ученый был прав. Чтение помогает развивать логическое мышление, учит понимать причинно-следственную связь. Это развитие интеллекта и грамотности улучшает воображение. А еще это отличный способ достичь хорошего взаимоотношения с ребенком. Теплые воспоминания о совместных прочтениях любимых детских произведений останутся на всю жизнь. Чтение для детей этой теме всегда уделялось большое внимание. В литературе существует целый пласт детских произведений писателей-поэтов. В одной из программ мы говорили об этом. А сегодня в честь Международного Дня защиты детей Амир Ахтямов покажет, какая литература для малышей хранится в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. День защиты детей – это международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всем земном шаре. Официальным годом рождения, посвященного детям, праздника считается 1949. Именно в ноябре этого года в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить День защиты детей. А отмечать праздник начали уже со следующего года. В 1950 году мероприятия, приуроченные к этому дню, прошли в 51-м государстве мира. Но с чем же связано то, что День защиты детей решили отмечать именно 1 июня, а не в день учреждения этого праздника? Однако и на это есть свое объяснение. По некоторым данным, именно 1 июня зародилась сама идея праздника, посвященного подрастающему поколению. Так вышло, что в этот день генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал в городе своего пребывания сирот, приехавших в США из Поднебесной, и организовал для них торжества по случаю национального китайского праздника, символизирующего собой начало лета. Фестиваль «Лодок драконов». Затея дипломата из КНР очень понравилась мировому сообществу. Считается, что это событие и способствовало зарождению идеи учредить специальный праздник для детей. В научной библиотеке Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского хранится сборник сказок о коте Мурлыке Николая Вагнера. У нас в руках две книги, выпущенные в 1890 году в Санкт-Петербурге и в 1923-м в Москве. Николай Петрович Вагнер это ученый-зоолог, преподаватель и писатель. Сказки кота Мурлыке были написаны под влиянием полного собрания сказок Ганса Христиана Андерсена, изданного в середине 60-х годов и имевшего шумный успех в России. Вагнер вспоминал, что посчитал многие сказки Андерсена слабыми и задался вопросом, сможет ли он написать так же или лучше. Сказки у Вагнера получились излишне психологическими и сентиментальными. Предназначены они были не только для детей, но и для взрослых. На детей, современников писателя, они практически не произвели впечатление, но были и те, кого сказки глубоко поразили. Телевизионные каналы 1 июня также стараются угодить маленьким зрителям. По традиции они включают в свои программы телепередачи и фильмы для малышей. Но порадовать детей не единственная цель взрослых в этот день. Также они хотят и помочь ребятам, оказавшимся в беде. Для этого в День защиты детей принято устраивать различные благотворительные акции и концерты. Все деньги, собранные на таких мероприятиях, идут в детские дома и больницы. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. «Без детей нельзя было бы так любить человечество», утверждал великий русский писатель Федор Достоевский. Балуйте детей и своего внутреннего ребенка тоже не забывайте. Дарите детям тепло и ласку. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова